Всем привет! С вами снова шеф-повар Максим Шитов, то есть это я. И в преддверии обалденного важного матча с СССР мы должны подкрепиться. А для этого мы приготовим чумовой локобургер. Он будет черный, он будет с говядиной. И в этом мне поможет нападающий казанки Никита Хлына. Привет, дорогой! Здравствуйте! Как дела, как настроение? Все отлично! Великолепно! Напоминаю, что партнером всех предматчевых онлайн-активностей является федеральная грузовая компания. Никит, что я тебе хотел рассказать? Как ты думаешь, страна происхождения бургера классического? Америка. Как это Америка? У нас лока, у нас лока бургера, значит страна происхождения, это наш большой, огромный локомотив. Поэтому приготовить его банально было бы слишком просто. Я вот приготовил вот такие вот черные булки. Ты знаешь вообще, как готовятся черные булки, зеленые булки, красные булки? По какому принципу? Может быть, какие-то красители добавляют? Нет, я категорически против химии. Смотри, для того, чтобы приготовить черный бургер, добавляют либо активированный уголь, либо добавляют чернила каракайца. Для того, чтобы приготовить красный бургер, как ты думаешь, что нужно добавить? Не спонять. Свекольный сок просто-напросто вываривают и все. А для того, чтобы приготовить зеленый бургер, нужно добавить просто-напросто зелень, пробить в блендере. То есть, по сути, приготовить песто, добавить в тесто и получится зеленая булка, да? Ну, у нас с тобой черная. Все остальные ингредиенты ты, в принципе, знаешь. Обыкновенные котлеты, я взял мраморную хорошую говядину, я взял свежие огурцы, соленые огурцы, салатик, который называется, знаешь как, айсберг, вот, уже знаешь. И хочу, чтобы ты мне немножечко помог, порезал морковку, а я порежу капусту, да. Морковку мы с тобой режем меленькой тоненькой соломочкой. Для этого я начну, а ты потом продолжишь, да. Нарезаю ее сначала вот так вот наискосочек, пока я нарезаю морковку. Ну, расскажи мне, какое последнее блюдо удачно это и готовил, и когда, и где? Пасту. Пасту, где? На карантине в своем родном городе Гусь-Хрустальный. Так. В прямом эфире Лока-Йос. И как получилось? Отлично. Сколько лайков? Ну, было очень много зрителей на самом деле. Это хорошо. И теперь морковку пилишь вот таким вот принципом. Мы будем с тобой делать необычайный салат, тоже американский, но с локомотивским таким акцентом. Салат будет называться Колуслоу, да. Для этого я пошинкую быстренько капусточку. Ты пока порежешь чем тоньше морковку, тем лучше. Вот это не тоненько, это толстенько, да, еще тоньше. А я, посмотри на меня внимательно, да. Я режу вот так капусту, могу тебе в глаза посмотреть на операторов, на наш стадион. И капусту нарезаем тоненькой соломочкой, морковку нарезаем тоненькой соломочкой. Также мы туда добавим в этот салат немножечко сока от лайма, капельку чили. То есть салат такой, он должен быть немножечко пикантный. Он будет у нас с кислинкой за счет лайма. И заправим мы этот салат обыкновенным пресным йогуртом. Все очень просто. И этот салат можно предварительно приготовить заранее. Но вся фишка в том, что посерединке между котлеткой и булочкой у нас будет вот этот вот сочный, хрустящий такой салатик. Хорошо? Вот смотри, морковку пили еще. Я знаю, что ты любишь это делать. Можно втихаря от меня, конечно, пробовать морковку. Любишь морковку есть? Да. А вот как ни странно, классическое такое заблуждение, когда ты ешь морковку, то у тебя не попадают все микроэлементы, которые в ней содержатся. А какие в ней микроэлементы? Какие-то витамины, наверное. Витамины А, в первую очередь. Да, каротин никто не отменял. Если ты приходишь в ресторан и перекладываем сюда, да, то во фреш из морковки добавляют какой-нибудь жир, либо сливки. Это все для того, чтобы усваивался каротин. Ну, теперь видишь, что у меня все фишки поварские практически знаешь. Я теперь тихонечко тебе помогу. Я добуду цедру от лайма, возьму маленький нож. А вот тебе задам такой кулинарный вопрос. Смотри, как ты думаешь, как побольше добыть сока из цитрусового? Неважно какой, лимон, лайм или, может, грейпфрукт. Не знаю, разрезать или выдавить, наверное. Разрезать и выдавить это было бы слишком просто, да? Если ты возьмешь цитрусовый и сделаешь вот так вот, знаешь, как диджей катает. Вот так вот его помнешь немножечко. Ну, конечно, у тебя силушка-то, я понимаю, богатырская, да? Слишком сильно мы не нажимаем. Вот так вот пожали. У нас любой цитрусовый состоит из сегментов, правильно? Мы немножечко их разламываем, и сока будет добываться больше, да? Но есть еще один нюанс, о котором многие не знают. Если положить в микроволновку цитрусовый на 10-15 секунд, микроволны, они взрывают продукт изнутри, правильно? Произойдет тот же самый эффект, то есть катать уже не надо. Я уже покатал. Твоя задача разрезать он наполам и выдавить его весь вот сюда в салат. А я для свежести нам нарежу вот эту вот всю цедру. Половина хватит, оставляй пока излишек продуктов вот сюда. Теперь бери ложечку столовую и добавляй сюда йогурт. Сколько? А ты клади, я становлю. Отлично, шикарно. Уже этот салат можно есть без бургера, да? Угу. Все достаточно. Теперь ложкой перемешиваю весь этот салат. А я вспоминаю, что у нас здесь есть с тобой обилие зелени. Самая классная зелень в этом салате – это кинза. Или по-другому называется кинза, да? А как правильно? Кинза. А на самом деле и так, и так правильно. Но как ты думаешь еще по-другому, как называют кинзу? Это мой любимый вопрос. Кориандр это называется. Кориандр это в сухом губе. Буду знать. Будешь знать. Видишь, как я вас потихонечку, всех футболистов, вы меня в футбол может научите когда-нибудь играть. И также мы добавим чуть-чуть туда рукколы. Вот такая палитра. Добавим сюда немножечко базилика. Но петрушку, я думаю, что здесь уже будет лишнее. Так, хватит мне работать. На, бери базилик и прям нещадно туда рви. Мы с тобой сейчас сделали самый главный этап. Это салат. Следующее действие очень простое. Я буду прогревать наши вот эти вот булки. Причем у меня две сковородки. На одной сковородке я буду прогревать булки, а на другой сковородке буду сразу же жарить котлеты. А ты будешь подготовить следующие ингредиенты. Вот еще одна фишка приготовления. Смотри, у меня плита. На одной у меня прогреваются булки, а на другой у нас есть котлеты. И для того, чтобы котлеты были идеальны, можно взять, положить кусочек пергамента. И на кусочек пергамента положить котлету. Для чего это делается? Для того, чтобы потом удобно можно было за пергамент взять и сразу же собирать свой бургер. Все под контролем. Котлеты жарятся, булки греются. Теперь подготовим следующие ингредиенты. Мне кажется, очень классно соленые огурцы в бургере. Это здорово, да? Да. Поэтому их нужно нарезать тоже непросто. У огурца мы с тобой не едим вот эти две запчасти по правилу бургера. Огурцы нарезаются вот таким вот образом. Чем тоньше, тем лучше. Хорошо нарезай этот соленый огурчик и вот так вот горочкой раскладывай сюда. А я возьму вот такой жирный, мясистый, красивый помидор. Я думаю, что для двух бургеров нам с тобой хватит, ну, два кружочка. Логично? Как долго вообще с шеф-поваром? Сразу к этому пересеклили сначала, как-то поэтапно? В школе маме помогал готовить. И вот до сих пор готовлю, и готовлю, и готовлю. То есть моя работа – это моя жизнь. А у тебя как с футболом? Футбол – это тоже моя жизнь. Меня провел брат в детскую секцию футбола, и все. Потом меня на турнире заметил локомотив, пригласили. Вот с тех пор я уже здесь. И все пошло-поехало, да? Сейчас такой же сценарий с огурцом. Но очень важно, смотри, когда ты работаешь с круглым продуктом, я на соленом огурце не успел сказать, лучше отрезать вот так, и потом положить продукт так, чтобы он у тебя не телепался. Поэтому когда ты дошел до конца, тебе было неудобно, правильно? А вот сейчас тебе будет удобно. И вот давай я тебе отдам большой нож, большим ножом, попробуй порезать, будет удобнее. Главное, не торопись. Мы делаем бургер для себя, любимых, поэтому мы сделаем его красивым, и четким, и вкусным. Итак, мы с тобой молодцы. Мы с тобой бургер за какие-то считанные секунды практически приготовили. Соленые огурцы есть, свежие есть, салат есть, хрустящий салат-айсберг есть, зелень потом просто поиграем, если надо будет положить. А сейчас пора переворачивать котлеты. Вот она, какая красивая, шикарная котлета. И мне кажется, что нам сегодня с тобой хочется приготовить чизбургер. Открывай мне сыр, обыкновенный плавленый сыр. Можно использовать там пармезан, моцареллу. Смотри, за счет того, что наши котлеты не толстые, мы их можем прожарить на сковородке, да? А так, если ты покупаешь большие котлеты, лучше их все-таки доводить в духовке, друзья мои, при температуре 180-200 градусов. Ну что, мы можем приступать к сбору бургеров. Так, берем нижнее донышко, тепленькие. Верхние донышки у нас пока пускай полежат, прям погреются на сковородочке, потому что температура там маленькая. Что мы с тобой положим на донышко? Майонез или что-то? У нас есть сырный соус, у нас есть майонез, у нас есть остатки йогурта, вот что тебе больше нравится. Но потом вспоминай, что у нас с тобой еще есть ингредиенты. Сырный соус. Давай, тебе сырный, а мне майонез. И буквально немножечко, вот, желтенький у тебя, беленький у меня. И нужно взять и аккуратненько от центра, краешку, вот так вот размазать этот соус. Можно использовать томатный соус, можно использовать соус барбекю. Отдавай мне половину соленых огурцов и половину свежих огурцов. Ты вначале кладешь салат, а я вначале кладу свежие огурцы и соленые огурцы. Положу айсберг. Сверху, что тебе хочется положить? Либо салатик-айсберг, либо огурчик и огурчик. Или помидорчик. Огурчик. Давай огурчик. Я вот сразу сверху выкладываю соленый огурчик. Соленый... Какой хочешь, какой хочешь, это твой бургер. Салатик. Старайся прям большими кусочками такими рвать, чтобы когда ты будешь есть бургер, чтобы он у тебя не разваливался. Так, ну что, мы готовы к тому, чтобы положить на все эти ингредиенты нашу котлету. Аккуратно выкладываю котлету. Сюда ее кладу. И выкладываю котлету себе. Следующая у нас это помидорка. Я тебе даю одну помидорку. Вторую помидорку. Сюда. Вот у тебя какой будет биг-биг большой. А у меня вот будет такая вот с дырочкой. Да, и вот в эту дырочку, ямочку, луночку, вот, я положу тоже салат. То есть, по сути, они у нас с тобой идентичные. Просто мы ингредиенты немножечко поиграли с разными местами, да, сделали? Да. И вот такая у нас с тобой красота получилась. Осталось завершающий финал. Положить сверху аккуратно булочку. И самый важный момент в бургере, это не вот так вот сильно, а слегка прижать. Для чего? Для того, чтобы сок из котлеты перемешался вместе с листиками салата. И смотри, в довершении всего, прежде чем мы положим вот в этот наш красивый ланчбокс, нужно будет обязательно взять его и красиво проколоть вот такой деревянной шпажкой. Хорошо? Теперь мы берем наши ланчбоксы. Бери за донышко. Скажи мне, пожалуйста, ты бы такой бургер съел? Естественно. Потому что этот бургер я тебе и приготовил, а ты мне этот приготовил. Хорошо? Да. А ты знаешь секрет, кстати, как правильно поесть бургер? Нет. Нет. А теперь будешь знать. Если ты перевернешь бургер кверх тормашками, он будет гораздо вкуснее и проще есть. Теперь вот так вот перекладываем. Итак, друзья, наши бургеры готовы. Всем приятного аппетита, хорошего просмотра. Мы с Никитой молодцы. Да, дорогой? Да. Всем спасибо за просмотр. Было очень приятно работать с Максимом Шитовым. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»